Дэдс вассап, песеры. Во-первых, респект за лайки. Во-вторых, третьих и четвертых, сегодня ко мне на тестинг залетают два бразильских мэна. Первый – это Габи Джезус, который уже неоднократно ранее встречался в моих роликах. И кому интересно, как я его прокачал, то смотрите. Это не на рейтинг, а на то, как будет правильно лично для меня. Второй жога-бонитер – это Антони Матеус Дус Сантос, в простонародье Антоха из МЮ. Игрок, за которого в Ефутболе я, по-моему, вообще ни разу не играл. Поэтому для меня он больше всего интересен. Ну и в довесок я еще приобрел карту легендарного деда, чтобы он, ну, просто был. В целом, сквад выглядит вот так. И, в общем-то, погнали в дивизионы, посмотрим, на что способны эти южноамериканцы. А перед тем, как перейти к обзору, хочу напомнить, что именно благодаря партнерам моего канала у меня, как и у вас всех, есть возможность покупать голду невероятно быстро, капец как дешево и, самое главное, без дополнительной платы за оказание услуги. Все цены окончательные, а ссылка на этих бестов находится в закрепленном комментарии. Джезус за ГП 100% крутой вариант по критерию цена-качество. Насколько разумно тратить пятизвездочные контракты вот на эту карту, прямо сейчас я не знаю, но думаю, мы сможем с этим разобраться. Ой, бля, пока дела обстоят очень плохо, вратарь не спасает, а защита от слова «щет». Дерьмо, в смысле. Пас на Антоху, это его первые касания, и прям сходу по модельке он мне начинает нравиться. Здесь у нас есть отличный шанс, который у нас отняли. Это передача на Габи и... Ну, с реализацией у него пока что... Чё это за говно происходит, а? Этот фланг мне нравится больше всего. Давай-ка, Антоша, дриблер, покажи свой скилл. Конечно, печально, что у него нету обводки двойным касанием, но вот за счет модельки, в принципе, им можно как-то пытаться что-то придумывать. Болядь, соперник просто какой-то лютый тип вообще, но весь матч круто обороняется, а потом какие-то такие выпады неприятные делает. Респектую таким чувакам, с ними реально приятно играть. Это не тупо какие-то навесеры тупорылые, это люди, которые имеют скилл. Шанс потрясающий, тут нужно использовать его, но и чё это, даже не штрафной? Лысый, ну ты, конечно, по-любому тот, кому занесли сегодня перед матчем. А у нас идет вторая волна атаки, Антоха в штрафной, Антоха подкручивает и Антоха забивает. Ну, пока этот молодой вызывает у меня только чувство восторга. Вторая катка, и пока что из всего, что я понял, это то, что я пока что ничего не понял. А вот тут момент для проверки ошеломительного удара. Ну, в створ попал, и на этом пока что ладно. Ну, получается, исполняем стандарт. Дедуля не просто пассажир. Дедуля оказывается одним из самых ключевых игроков этой команды. Получается так, что отличились уже два из трех новичков. А вообще-то как бы Габриэль Жезус у нас является форвардом, и это он должен забивать Галясо. Но, ладно, смотрим дальше. Антоха стоит и ждет пасс, и мы отдали ему вот этот вот пасс для того, чтобы он продолжил атаку и сделал голевую передачу. Окей, за два матча Антони зарабатывает два очка по системе гол плюс пасс. В принципе, неплохой результат. Происходит какая-то полная перда. Отлично, Жезус куда-то сюда пасс. Ииии, он становится голевым. Наконец-то Габриэль что-то, хоть что-то сделал в этих двух матчах. Ассист это, конечно, не то, что ожидаешь от форварда, но все равно, пускай будет хотя бы так. Врываемся в третий матч, и вот лично я все еще продолжаю верить в Жезуса. Блин, прозвучало так, как будто бы я фанат Каньи Веста. Ну, это, в принципе, отчасти правда. А еще правда, что мы тут забежали за Антоху, который зарабатывает угловой. Когда у Антона есть пространство, он просто становится нереально опасным типом. Так, мяч сохранен, и удар совершен. Ну, не хватает, конечно, того, что вратарь какой-то не лох. Антон набегает, Антон забегает в штрафную, и пау, ближку прошивает. Ну, лично для меня позиция правого вингера в этой игре всегда является самой сложной, потому что выбор там чертовски скудный. И каждый раз, когда находишь какого-то нового интересного игрока на эту позицию, всегда становится очень радостно. Это все выглядит чертовски перспективно. Здесь мяч получает Жезус, и пау, ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Хейтер может, конечно, сказать, что с такой позиции забил бы даже его пьяный сосед-бомж, но у меня для хейтера есть плохие новости. Если его сосед-бомж, то получается, он сам тоже является бомжом. Катка номер 4 и наш тестинг продолжается Пока больше всего мне, конечно же, нравится Антони А Джезус, ну, пока сомнительно как-то все, то, что он делает Антонио открывается, показывая крутой прием мяча И в итоге попадает в стенку из игроков Антони прям реально крутой вингер Быстрый, юркий Но вот если бы у него было бы еще что-нибудь такое крутое, связанное с ударами Допустим, если бы он подкручивал как условный Месси То я не знаю, кто бы был у него конкурентом Вот он красавчик, зря вы ему дали столько пространства Так, старина Банучи пошел в очко А вот здесь вот со всеми разобрался Но говно, какой-то удар получился И здесь тоже, сука, в общем-то, печально Как же я не люблю, когда вот такой вот сумбур происходит Так, Джезус, ну что ж ты какой-то проклятый-то, а? На подаче здесь геморраешь, а там на приеме Маркиниш, да, это вроде был Ну да, это он и как бы хер бы с ним Жесткое скопление игроков, но все-таки Как ты, блядь, не забиваешь, Джезус? Короче, я не знаю, вот если бы он был куплен за ГП Не было бы так обидно А так как на него был потрачен целый пятизвездочный контракт Хочется сказать, что он был потрачен неправильно как-то Как будто бы Антоха, это твой мяч Как это грубо Если он сейчас забивает, то это, получается, будет его второй гол за четыре матча Ну, в принципе, достойно Если ты вратарь Если ты игрок нападения, форвард То это как-то все сомнительно Это вроде у нас уже пятая катка И у меня от этой вот сопернической тики-таки Начинает кружиться голова Что ж он, сука, какой-то Вот, наконец-то ошибся Антоха быстрый Антоха стремительный Антоха в штрафной Антоха забивает Хотя там ему пытался помешать свой же игрок Но нихуя не вышло Его не могут остановить ни свои Ни тем более чужие Это пас на Габи Габи разворачивается И пространство для ошеломительного удара Ну вот Вот это вот уже круто Вот это то, что я от него и хотел Вот так бы всегда Но такое происходит не всегда Существуют у него некоторые проблемы с попаданием в створ Действуем дерзко Пас в одно касание Жизус Блядь Ну вот именно таким он нередко бывает Сейчас постараемся еще оформить в концовке Так, Жизус, хорош в отборе Ну-ка давай, как у тебя с реализацией дела обстоят Тоже неплохо Не, ну справедливости ради С такой вот позиции Забил бы вообще абсолютно любой бомж Алкаш-сосед Абсолютно рандомного хейтера Это правда Сука, душная катка получается Это вот по факту самый сильный соперник за сегодня И он действительно играет круто Но при этом я ему тоже особо не даю разгуляться К 31 минуте все-таки получилось как-то дойти до ворот соперника Жизус, как обычно, хорош в отборе Но тут вратарь сучара, конечно, полностью нам все испортил Антоха уже в штрафной Давай, мэн, размочи счет Сука, ну вот здесь может быть Ай, мимо Много молчанки в этом матче Потому что соперник не дает расслабиться Ну-ка попробуем Нихуя себе Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху Вот это пушка Вот это шезус Это просто сумасшедший хайлайн Это нужно вырезать И куда-то вот в ебаный тикток загружать Пускай вот эти вот ефутболисты Песеры смотрят и охуевают Не, ну это же реально красиво Хотя хейтер опять скажет Что это какая-то шара залетела Да пошел ты жопу нюхай, хейтер Получается так, что тот шедевральный гол Жезуса оказался победным И вот что хочется сказать по итогу Антони 100% охереть какой бист Мне вот лично понравилось за него играть Я восхищен И спасибо большое всеким вот кому-то можно сказать спасибо За то, что он мне выпал А Жезус, ну несмотря на то, что он не самый стабильный форвард Я все-таки думаю, что он тот, кого стоит брать за вот эти вот номинальные контракты И ну и все Что еще сказать Всех обнял, услышимся, когда услышимся Душни ваш мед на диск, ведь его бесят Киберспорт, юмор и киберспорт, песня Каждый топ-мен знает, это бист Приветствей, ставит палец вверх после дэдс-васад Песеры Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...